МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встречают четыре фракции. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и Коммунисты России. Еще два человека прошли не по партийным спискам. Тот курс, который выработал Верховный Совет и правительство ранее, он будет сохранен. Обновление, безусловно, есть, особенно в части партии, например, Коммунисты России, которая вообще ни в одном регионе не прошла, а у нас она набрала более 6%. Повестка первой сессии установочная. Выбрать управленческий состав Верховного Совета. Впрочем, с этим как раз-таки проблем не было. Кандидатуры выдвигали неоспоримые. Во главе Верховного Совета единогласно вновь назначен самый опытный парламентарий. По итогам голосования председателем Верховного Совета Республики Хакасия избран депутат Верховного Совета Республики Хакасия Штыгашев Владимир Николаевич. Владимир Николаевич, примите наши поздравления и прошу вас занять ваше рабочее место. Хочу заверить о том, что постараюсь обеспечить всем доступную работу в Верховном Совете. Всем без исключения депутатам. Сохранил место первого зама Юрий Шпигальских. А вот в комитетах и комиссиях произошли небольшие, но все же перемены. Из 12 человек, выбранных тайным голосованием, лишь 7 ранее входили в состав президиума. Остальные 5 впервые будут работать на постоянной основе. В итоге комитеты и комиссии возглавили следующие депутаты. Комитет по бюджету и налоговой политике. Здесь руководство осталось прежним. Финансовыми вопросами продолжит заниматься Сергей Комаров. Комитет по конституционному законодательству, государственному строительству, законности и правопорядку. Его председателем переизбрана Светлана Могилина. Подтвердил свой статус и Михаил Саражаков в должности руководителя комитета по местному самоуправлению. По-прежнему будет управлять комитетом по культуре, образованию и науке Лариса Карпова. Далее идут те, кому еще предстоит знакомиться с должностью председателя. Валерий Мишанков занял пост председателя комитета по экономической политике. Валерий Соболев – комитет по экологии. Владимир Костюш – комитет по здравоохранению и социальной политике. Петр Воронин – комитет по аграрной политике. Николай Михеев – мандатная комиссия. Николай Бозыков – комиссия по регламенту. Кроме того, депутаты приняли решение наделить полномочиями члена Совета Федерации, представителя Верховного Совета Хакасии Евгения Серебренникова, который, кстати, ранее также представлял нашу республику на федеральном уровне. Такое обновление руководящего состава в сочетании с опытом пойдет на пользу. В этом уверены не только депутаты Верховного Совета, но и правительство Хакасии. В наших отношениях исполнительной законодательной власти очень многое зависит. А что такое многое? Это настроение, здоровье и благосостояние нашего населения. И защита его прав. Вчера я объявлял правительству, что я не очень хочу заниматься сменой команды. Очень бы хотел, чтобы здесь была последовательность, преемственность, потому что свежие люди – это правило. Это бывает хорошо, но не всегда. Год-полтора потери времени. Не хотел бы сегодня терять это время драгоценное. Места распределены. Верховный Совет готов работать. Рассматривать же законопроекты парламент начнет уже через неделю. Следующую сессию назначили на 25 сентября. В планах на ближайшие два месяца сверстать и принять главный финансовый документ Хакасии. Бюджет – это, по сути дела, тот закон, который как в фокусе, но все интересы совпадают. Надо обеспечить и доходную часть этого бюджета, и особенно более-менее справедливое распределение средств по расходам. И по отраслям, то есть по образованию, здравоохранению, по культуре, по другим, по транспорту. Но и по другим направлениям, по территориям, то есть какую помощь оказать муниципальным районам, городам, поселениям. Это очень важно. Ну а самое главное – закон так, чтобы работал, чтобы мы действительно зарабатывали эти деньги для бюджета республики. Это были все новости парламентской недели, за которыми, кстати, вы можете следить и в Твиттере. Официальный аккаунт находится по адресу, который сейчас вы видите на экране. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин